Доброго времени суток. Сейчас сделаем такое повествование. Если вы приготовились к инокуляции, никаких других мероприятий и движений, в лаборатории больше проводить не нужно. Здесь можно сделать только одну унцию, это сделать посадку. Сегодня мы сделаем маленькие исключения. Покажу такой видео урок, как оценить частоту в лаборатории, в которой вы будете работать. Вот видели, что я делал. Перед тем, как приступать к работе, я нанес мыльный раствор на руки. И если лучше вытереть стерильной салфеткой, если такого нет, то лучше просто руки, чтобы высохли. Сейчас мы сделаем такое одно интересное мероприятие. Вот. Это делал я чуть раньше, на одной из сред. Я пробовал проверить частоту рук. Ну, это не было там, просто я в руки взял вот эту среду, то есть ни в перчатках, ни в обработанной. Мне было интересно, что находится вот на руках. Видите, с двух сторон появилась вот такая зеленая плесень. Это означает, что у каждого на руках при работе есть такие загрязнители, то есть инфекция, которая может попадать при инокуляции. Сейчас мы сделаем следующее мероприятие. Мы возьмем стерильные питательные среды и попробуем сделать посель из тех поверхностей, на которых происходит наша манипуляция. Перед этим прокаливаем пинцет. Помещаем его в гремучую смесь, чтобы он остыл, иначе расплавится наша среда. Теперь мы берем питательную среду. Уделяем от нее часть. Неудача. Вливает и такое. Вот, мы возьмем кусочек этой питательной среды, нанесем на поверхность. Ну, пусть, пусть вот то, что упало, вот мы оценим, что находится у нас на запайщике. Это мы помещаем той стороной, которой прикасались к поверхности, помещаем в чашку. Теперь мы берем еще кусочек агара из рабочего стола, помещаем сюда же. Теперь мы возьмем еще один кусочек. Например, посмотрим, что у нас делается на столе перед ламинарным шкафом. Вот сделали вот такой отпечаток. И помещаем его снова в чашку. И еще какое-то количество среды сделаем очень важной такой. Потом мы это все нарисуем, что мы пробовали. Вот этим кусочком мы попробуем проверить, что находится у нас на лабораторной одежде. Этот халат был обработан таким способом, стандартным, как я всегда отрабатываю. Теперь этот отпечаток мы помещаем обратно в чашку. Чашку закрываем. Теперь проведем маркировку. Что мы делали? Это запайщик. Это стол. Стол. Это у нас халат. Мокрая чашка после обработки и плохо пишет. Стол. И здесь мы пробовали ламинарный шкаф. Таким образом мы сделали 4 таких вот контрольных пробных посева на чашку ПА-3. Сейчас мы отправим ее на какое-то время на инкубацию. И через несколько дней мы сможем оценить ту частоту, которая у нас в лаборатории, которая была подготовлена стандартным образом, как мы ее готовим перед инкуляцией мицелия. Такое видео будет полезно всем. Поэтому я рекомендовал делать большое количество сред, их можно использовать в разных направлениях. Одно из них. Мы таким простым способом сделали посевы из рабочих поверхностей для того, чтобы оценить, с чем мы имеем дело и принять соответствующее мероприятие по устранению тех недостатков, которые возникнут, например, в процессе нашей работы. На этом пока все. Спасибо. 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 Спасибо.